Только его не тяни, а вот так, чтобы он, это, кустик остался. Вот смотри, вот держи за это, одной рукой держи, другой его отламывай. Ирина показывает Саше, как нужно срывать с куста огурцы. Ему вообще приходится сейчас многому учиться и многое осваивать. Ухаживать за огородом, полоть сорняки и находить общий язык со сторожевой собакой. Долго привыкнуть не мог. Она лаяла долго на меня, я боялся её. Потом, как приехал, мне кормить её сказали, дали чашку с едой. Я боялся к ней подходить. Ну, потом вроде как-то накормил. Первые дни через забор прыгал. Ну, что, боялся мимо проходить. Сейчас вот вроде два дня уже вроде нормально, привыкла ко мне. Саша всегда мечтал о кошке или собаке. В детском доме держать животных было нельзя. Теперь у мальчика полный комплект. Кошка, кот и большой пёс. И целый дом в его распоряжении. Правда, к технике тоже приходится привыкать. Это сваи, микроволновку освоили. Не хотела ни в какую греть. Холодная, говорит, нормально. Поем. Вот первый день остался он дома один. Я ему сразу показала, говорит, микроволновочка так-то. Вот так, говорит, нормально. Ну, ничего. Освоил. За время проекта Саша стал настоящей звездой. Ирина показывает местную газету. На первой полосе – наш юный герой. Да и познакомились они, когда женщина снимала сюжет о подготовке велопробега. И поняла, она очень хочет, чтобы этот парень стал частью её семьи. Сердце-километры стали отправной точкой их общей истории. Полностью изменили мою жизнь. Теперь не в детском доме живу хоть. Тут лучше, мне кажется. Большая разница, чем в детском доме и здесь. Благодаря Сердце-километрам жители края увидели, какие замечательные ребята живут в детских домах. И наверняка не только у Ирины появилось желание сделать хотя бы одного маленького человека счастливым. Хорошие, обыкновенные мальчишки. Целеустремленные. Занимаются спортом. У Саши лёгкая атлетика, акробатика, футболом он занимается. То есть мальчишки самые обыкновенные. К чему-то стремятся. Не просто они там пассивно время проводят. И я под таким впечатлением вернулась после съёмок. На завтра я пошла в органы опеки. Это было в апреле. Документы Ирина собрала за полтора месяца. Прошла школу приёмных родителей. И сразу после завершения велопробега забрала Сашу к себе. Сейчас мальчик учится жить в семье. Он очень старается, говорит женщина. Старается сдерживаться, старается её не обидеть. И всегда сам предлагает свою помощь. Ирина очень надеется, что Саша захочет остаться у неё. Это решение мальчик должен принять сам. Я ему сразу сказала, что от него будет зависеть. Я его принимаю сразу. Как он? Как он решит? Понимаю, что тяжело. Тяжело сдерживаться. Ему тяжело. Понимаю, что иногда, наверное, хочется ответить по-другому. Но сдерживается он. Старается. Будем надеяться, что это начало большой и крепкой дружбы между Сашей и Ириной. Начало их общей семьи. И очень хочется, чтобы таких удивительных и добрых историй было как можно больше. Алина Штоколова, Андрей Крупнов. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова